МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Украина отмечает 27-ю годовщину независимости. Все эти годы Донбасс вместе со всей страной переживает перемены, кризисы и гордится достижениями. О самых важных событиях расскажем сегодня во время новостей Донбасса. С вами Ольга Шиян. И Сергей Грунов. Здравствуйте. Здравствуйте. Основные мероприятия по случаю празднования Дня независимости развернулись в Киеве. На главной улице столицы состоялся парад военной техники. Он стал самым мощным за последние годы. По Крещатику прошло более 200 единиц техники. Как все было, смотрите. Синежелтый Крещатик в 27-й день рождения Украины принимает самый масштабный за все годы независимости военный парад. В нашей стране сегодня день народжения. Витаем ее. Хочется показать не только нашим людям, а и другим народам, что наша страна все-таки крепко стоит. Ровно в 10 утра над главной площадью страны поднимается государственный флаг. С главным государственным праздником украинцев поздравляет президент Петр Порошенко. Мы с вами зберегли державу и смецнили ее. Нация консолидовалась на засадах захиста Украины и патриотизма. И народная армия сьогодні звітует перед украинским народом. А народ, народ Украины пишется своей армией. С 27-ю речницей независимости Украины. Украина платит за независимость, высокую цену. И никто не хочет мира больше, чем мы, украинцы, говорит Петр Порошенко. Героям вручают государственные награды. Кому-то посмертно. Военнослужащие всех родов войск, курсанты военных академий, правоохранители и спасатели. По центру Киева чеканят шаг 4,5 тысячи наших защитников. Министр обороны обращается к участникам парада с новым воинским приветствием. Слава Украине! Впервые и наравне с мужчинами в праздничном параде идут женщины в военной форме. В знак поддержки Украины к маршу присоединяются представители 18 иностранных армий. Кульминация парада – появление военной техники. Модернизированные полностью новые танки, боевые машины пехоты, ракетные комплексы и самоходные арт-установки. Всего 250 единиц. И, наконец, впервые за годы независимости в небе боевая авиация. Вертолеты, самолеты, транспортники, бомбардировщики и истребители. Вся эта техника уже стоит на защите украинской земли. Оксана Гринько, Сергей Маргун, Александр Махов, телеканал «Донбасс». Независимость и территориальную целостность Украины на Донбассе сейчас защищают военные. За год армейцы значительно продвинулись вперед. Украинские бойцы заняли 7 населенных пунктов и около 100 квадратных километров в серой зоне. В конце апреля АТО трансформировалось в операцию объединенных сил. О службе на передовой наши корреспонденты. Украинская армия активно использует тактику продвижения в так называемой серой зоне. За 4 месяца бойцы вернули еще 15 километров украинской земли. В Минских соглашениях не существует понятия серая зона. Речь идет только о линии разграничения. Следовательно, это продвижение не нарушает договоренности. В Донецкой области военные заняли Травневы, Гладосово, Верхнеторецкое и Пивденны. А на Луганщине сильный желтый флаг подняли в Новоалександровке, Катериновке и Золотом-4. В конце апреля АТО переформатировали в операцию объединенных сил. Главное изменение – командование перешло от СБУ к военным. Бойцам разрешили открывать ответный огонь без долгих согласований. Если в мае штаб зафиксировал полторы тысячи обстрелов, то в июле вдвое меньше. На передовой воюют и девушки. Ольга приехала из Челябинска. Здесь уже четвертый год. Сначала была волонтером, потом медиком. Теперь взяла в руки автомат, чтобы защищать Украину. Я общаюсь с тем, что я отремила громадянство в Украине. Я вижу в этой стране будущее на самом деле. Но работы очень много. Чтобы оценить изменения не только в армии, но и в инфраструктуре, мы объездили Донецкую и Луганскую области. Это сотни километров пути. Пообщались с десятками людей. Изменения видны. Новые дороги, отремонтированные дома. На Донбассе все чаще можно увидеть сине-желтые флаги. Юрий Гула, Александр Хлынин. Специально для телеканала Донбасс. На 153 гривны. За год в Украине дважды повышался прожиточный минимум. Сначала в декабре 2017, затем 1 июля. Сейчас средний показатель составляет 1777 гривен. Выросли и пенсии. Повышение коснулось миллиона украинцев, подсчитали в Кабмине. У кого-то пенсии увеличились на гривну, у кого-то на 600. Все зависит от стажа. В конце года выплаты еще раз индексируют. Чем еще знаменовался 27-й год независимости, расскажет Алла Чиж. Она подготовила свой ТОП-5. На первом месте медицинская реформа. Теперь пациенту нужно заключать договор с врачом. За каждого доктор получает от Национальной службы здоровья прямую оплату. 370 гривен. Квота 2000 человек на врача. Вторая позиция нашего ТОПа – ремонт дорог. В этом году часть государственных полномочий отдали на места. Там и будут определять, какие именно участки латать в первую очередь. Всего на реконструкцию дорог в этом году выделили почти 50 миллиардов гривен. Это на треть больше, чем в прошлом году. На третьем месте нашего рейтинга – изменения для водителей. После нескольких резонансных аварий чиновники решили ограничить скорость движения в населенных пунктах с 60 до 50 километров в час. Также возобновили видео и фотофиксацию нарушений. Четвертое – охота на алименщиков. Также тренд года. Верховная Рада вдвое увеличила размер алиментов. Теперь минимальная выплата на ребенка равна размеру прожиточного минимума. Это 1559 гривен для детей до 6 лет и 1944 – от 6 до 18. Также депутаты установили пеню. Для злостных неплательщиков предусмотрели уголовную ответственность. До двух лет лишения свободы. Пятое. Изменения произошли с деньгами. Из оборота начали выводить мелкие монеты. А суммы в чеках – округлять. Нацбанк больше не будет чеканить 1, 2, 5 и 25 копеек. Зато кошельки украинцев пополнились новой мелочью – в 1 и 2 гривны. Алла Чиж. Специально для телеканала «Донбасс». С началом военного конфликта Украина заняла лидирующие позиции по нарушению прав человека. Только за 4 месяца, по данным ООН, зарегистрировано более 300 таких случаев. Чаще всего дискриминацией подвергаются пенсионеры, переселенцы и участники боевых действий. Суд обязал переселенцы вернуть больше 7 тысяч гривен полученного пособия. Соцработники усомнились, что Илья Суздалев жил в детском интернате. Ведь никаких документов, подтверждающих это, нет. А значит, выплаты он получал незаконно. Теперь Илья намерен обжаловать вердикт суда. Сложно понять и суду, и собесу. Наверное, просто забыли, как это было в 2014-2015 году. Я сам участвовал в эвакуации людей из Дебальцево. Открывали лагеря и селили людей, чтобы они просто не на улице. В данном случае виноваты не конкретные чиновники, считают правозащитники. Сама система соцзащиты населения имеет массу изъянов. Система работает, к сожалению, знаете, как квадратно-гнездовым методом на всех, не разбирая. То есть не выбирая, не выделяя. С одной стороны, это хорошо, а с другой стороны, появляются вот такие абсурдные ситуации. В конфликтные ситуации попадают и участники боевых действий. Атошника Ярослава высадили из автобуса за безбилетный проезд. Он предъявил удостоверение, которое дает право на льготу. Но водитель был категоричен. Перепадает и родственникам погибших бойцов АТО. Так в Славянске отказались везти в маршрутке, мать Романа напрягла. Когда конфликт получает огласку, перевозчики оправдываются незнанием закона. Говорят, что проблему поможет решить монетизация льгот. Грозятся наказать водителей и извиняются. В июле всех пенсионеров просили потерпеть. Выплаты задерживали. Пенсионный фонд и Укрпочта ссылались на технические проблемы. Задержка финансирования пенсии была вызвана техническими проблемами с поступлением единого социального взноса. К концу июля проблему удалось решить. В пенсионном фонде пообещали, что впредь подобных задержек не будет. Дарья Захарова, Алексей Куделя, телеканал «Донбасс». Жизнь с чистого листа. Они были вынуждены оставить свои дома, бросив все. Без денег и работы переселенцы строят свой быт на мирных территориях. Осваивают новые профессии и превращают хобби в бизнес. Истории успеха расскажут наши корреспонденты. Булочки, пирожные, печенье. У Сергея кондитерский цех при фронтовой Новогродовке. Сюда он с семьей переехал из Донецка. Из-за военного конфликта там потерял имущество и бизнес. Чтобы выжить, сначала торговали домашней выпечкой, затем хобби переросло в семейный бизнес. Их сладости продают по всей области. И ночевали на работе, и не доедали, не досыпали. Начинали втроем. Я упаковывал, развозил, мать с женой готовили все. Придумывали рецепт. Для нее шить значит жить. С помощью иголки и ниток Наталья создает авторские игрушки. Ее работы востребованы даже за границей. Вместе с мамой переселенка здесь инноватой создала свой бренд и открыла студию в Дружковке. Изначально мы столкнулись с большими трудностями. Это была аренда квартиры, поиск работы. Затем это была работа, которая не совсем приносила удовольствие и доход. Вскоре, вот с чего все началось, это мне захотелось сделать подарок из подручных материалов. Многодетная семья Сомовых от обстрелов бежала из Луганской области на Полтавщину. Без дела долго не сидели, рассказывает Евгений. Вместе с женой получили грант, завели кур бройлеров. Как их выращивать, узнавали в интернете. Разделывать только умело ножки, крылышки и все. Что-то читали, что-то в видео, в Ютуб покажут все оказывается. На их кур появился спрос. Бизнес приносит прибыль. На новом месте переселенцы освоились благодаря трудолюбию и надежде на мир. Прошлое не вспоминаем пока. Если бы вспоминали пожилого, так легче. Елена Успенская, Мария Сергеева, Елена Орлова, телеканал «Донбасс». Даже в праздник не можем забывать о тех, кто нуждается в помощи, особенно если это дети. Максим Шепельский из Донбасса попал под минометный огонь и был тяжело ранен, но не оставил мечту стать футболистом. Чтобы выйти с командой на поле, он нуждается в полноценной реабилитации. О сильных духам наш следующий материал. У 17-летнего Максима тренировки ежедневно. Полчаса на спортивной площадке, хорошее настроение на весь день. Полностью выкладывается и на футбольном поле, но правая нога парня предательски подводит. Около месяца я не ходил. Торецк, где живет Максим на линии огня. Как-то парень выгонял скот на пастбище. Неожиданно начался минометный обстрел. Вблизи взорвался снаряд. Несколько осколков пробили коленный сустав. Один осколок в связке пошел, а один под нерв. Если мы вытащим из-под нерва, можешь остаться без ноги. Сложная операция и длительное лечение подняли Максима на ноги, рассказывает его сестра. Все расходные материалы предоставил гуманитарный штаб Рената Ахметова. Это было стрессовое состояние. Нам тогда очень трудно было. Мы тогда все были в шоке. Сейчас благотворительная организация помогает парню с реабилитацией. Физиотерапевтические процедуры снимают воспаление и боль. Улучшают кровообращение в коленном суставе. Особо полезны уникальные грязевые ванны. Оказывает положительное влияние на иммунную систему, на сердечно-сосудистую систему, на суставы и позвоночник. Впервые за долгое время Максим вспомнил, как это крепко спать ночью. Дома я ложился спать где-то в 10-11 часов ночи. Потому что стрельба была, а тут я ровно в 9 ложусь и нормально. За три года работы программы штаба Рината Ахметова реабилитация раненых детей, более ста пострадавших оздоровились в лучших санаториях страны. Большое спасибо Ринату Ахметову за то, что он оплатил мне операцию. Оплатил мне путевку. У Максима теперь больше сил на тренировке. Парень уверен, все трудности позади. И он стал на шаг еще ближе к мечте играть в футбол. Юлия Меншакир, Оксана Корчума, Инна Желенко, Дмитрий Гончаров для телеканала «Донбасс». Историю и национальные традиции украинцы по-особому чтут в селах Донбасса. Здесь вдалеке от городской суеты живы легенды, поверья и обряды. Некоторые из сел претендуют на звание самых невероятных в Украине. Почему, расскажут наши корреспонденты. Село Золотой Колодець известно в нашем крае еще со времен азовских походов Петра Первого. Местные источники заметили геологи императора. А сам царь оценил вкус и пользу этой воды, гласит легенда. Пошел до зруба государь, взял ковша, черпнул водицы, сразу выпил сюда дна, набрал еще и снова выпил, сказавши, да, вот это вода. Достав с кишени золотые монеты, в хреницу кинув сразу три, поднявши руку, мовеву накази. Без этого времени и до века, чтобы этот колодец называли золотым. Люди и сейчас приезжают сюда за водой. Некоторые верят, что она целебная. Есть в золотом колодезе и другие достопримечательности. Издавна здесь жили кузнецы. Их работы сохранились до наших дней. Недавно нам принесли такую детскую колеску, кованую. Это коваль, видно, сам выковал для своей дитины. Колыбель для украинцев всегда имела важное значение. Ведь в большинстве семей дети были погодками. А значит, она никогда не пустовала. В другом необычном селе, Александра Калинова, есть музей сельского быта. Главный экспонат там детская люлька, с которой связано особое поверье. Местные пытаются возродить сельский туризм. Он был популярен у дончан до начала боевых действий. Но теперь желающих побывать здесь убавилось. Поэтому селяне привлекают гостей в дни национальных праздников народными гуляниями и казацким кулешом. Алексей Куделя, Игорь Монастырев, телеканал Донбасс. Ровесники независимости. Им сейчас по 27. Для государства на фоне мировой истории это не срок. А украинцы в этом возрасте уже вполне состоявшиеся граждане. Они получили образование, определились с профессией. Многие обзавелись семьями, некоторые даже детьми. Телеканал Донбасс запустил флешмоб «Мне 27. Я независим». Наши зрители прислали свои фотографии и рассказали о себе. Так кто же они? Ровесники независимой Украины. Смотрите. Мені 27 народилася і живу в Авдіївці. Як і усі мерканці цього міста і всієї країни мрію про мир в Україні. Я родом із Києва. Вырос і жил в селе. Работаю военнослужащим по контракту. Занимаю должность старшей медсестры. Через озброєний конфлікт на Донбассі мені довелося переїхати до міста Мирноград. Зараз я виховую сина і радію життю. Я ровесниця независимости. Пишу диссертацію і скоро стану кандидатом техніческих наук. Я запустил проект «Пантомима для дітей». У Рахова – это новый вид искусства. Моя мечта – открыть школу «Пантомимы» и «Мимов». Я би хотіла цей серпень зустріти в Криму. Але замість цього планую відвідати населенні пункти Луганщини з романтичними назвами «Щастя» і «Золоте», щоб допомогти будувати мирне життя. На этом наш выпуск завершається. Время новостей Донбасса продолжает следить за событиями в стране і регіоне. Ми поздравляємо вас з Днём независимости. Желаємо мира і добра. До встречи в следующих выпусках. Всего доброго. Субтитрувальниця Оля Шор